приветствую всех на канале и в данном видеоролике я продолжаю делиться прогрессом который я достиг в новом сезоне сегодня я буду собирать новое рунное слово в луке для амазонки зачем я это делаю первое у меня чисто коллекционный интерес мне хочется полить свою коллекцию рунных слов новыми рунвордами и как известно можно собрать только в сезоне ну и также меня не оставляет надежды что по окончанию сезона какие-то предметы можно будет продать не сезонным персонажем так как это контент ограниченный и он используется только в сезоне собственно что у нас есть у нас есть большой матрешкин лук плюс 3 скиллам амазонки с 5 сокетами очень непопулярный предмет стоит он сейчас в районе там 10-15 форм голд дело в том что 5 сокетов это единственное рунное слово из 5 сокетов которые мы можем собрать луки и она имеет примитительные качества только к амазонке более-менее серьезные луки собираются предметах с четырьмя сокетами но зато данный лук имеет 5 сокетов максимально что дает нам возможность продырявить у ларзука пятом акте руны руна чам сейчас стоит 180 форм голд руна шель сейчас не стоит ничего руна голду стоит 80 форм голд натул тоже ничего не стоит и руна и тоже ничего не стоит если сложить все эти руны и стоимость баланки то общей сложности мы получим где-то чуть больше 200 форм голд согласитесь это не такая большая цена учитывая что первый день сезона обычные спириты в кристальных мечах продавались где-то по 250 форм голд ну что ж давайте сейчас соберем у нас здесь есть два плавающих параметра это вероятность получить ауру концентрации от 8 до 12 уровня и увеличенный урон 325 либо 375 процентов ну я надеюсь мне повезет и у меня будут здесь более-менее максимальный параметр ну нет мне не повезло хаура концентрации 9 уровень честно говоря я не особо питаю надежд что этот лук будет сильней чем винфорс но он сейчас мы это проверим на данный момент на винфорс носят в среднем получается если сложить минимально максимальное значение поделить пополам то будет от 3000 дмэйджи да ну с аурой наемника мощь там получается дмэйдж где-то под 7000 по моему 6 600 стадия меньше чем получается плюс 1000 примерно и таура теперь давайте оденем лук и посмотрим 4300 ну как я собственно и предполагал он значительно уменьшился скорость атаки ну примерно на самом деле такая же 5000 саура наемника кстати если мы служим минимальный максимальный параметр поделим пополам то у нас получится где-то на 500 дмэйджи меньше что еще можем сделать как вариант можно сделать следующую манипуляцию это взять лучницу и дать ей этот классовый предмет дело в том что сейчас с выходом патча 24 наемник из первого акта наемицы из первого акта также может использовать классовый луки амазонки сейчас мы проверим какой-то от этого профит давайте мы наймем не знаю к примеру взрывная стрела и дадим этот лук сейчас этой тетке и посмотрим что у нас получится ну как видно даже меньше дмэйдж чем с аурой майт наемника то есть получается что все таки лук инфорс и наемник с аурой майт будет сильнее чем наемница с луком туман и лук инфорс основного персонажа вот ну собственно что здесь чем чеха рождена плюс 6 с килом он дает единственное на применение вижу данным прибавкам это если мы играем через элементальный стрел да допустим плюс 6 будет нам принципе неплохо давать всем остальном же это для меня на данный момент плавно это плюс 40 сопротивлению всем видам урона потому что так у меня сопротивление конечно меньше под молнии там 9 вот но сам остальном ну конечно здесь есть пробивающая атака то есть этот вариант однозначно лучше чем буризом уже чуть-чуть чем винфорс и сильно хуже чем фейд ну фейд я еще протестирую в дальнейшем вот такой собственно ролик напишите в комментариях что вы думаете поводу данного варнворда вообще есть ли смысл его собирать если смысл тратить такие руны то чтобы получить примерно такую эффективность персонажа этом все всем пока